Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Свободный диалог». Сегодня у нас в студии, внимание, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Михайлович Волков. Здравствуйте, Павел Михайлович! Здравствуйте! Большое спасибо, что пригласили меня к себе в студию. И я тоже приветствую телезрителей, жителей города Артема. С чем вы на этот раз приехали к нам на Дальний Восток? Цель вашей поездки? Цель нашей поездки – это отчитаться перед дальневосточниками о той работе, которую мы проделали за 4 года. С того момента, когда нашим президентом Владимиром Владимировичем Путином был провозглашен новой экономической политикой и определенным национальным приоритетом подъем Дальнего Востока. Вы уже побывали в крупных городах Приморского края, в Находке, в Сурийске, в Владистоке, естественно, теперь вот в Артеме. Вот как вы видите, вот в концепции развития Дальнего Востока, чем представляется Артем, в частности, Приморский край вообще? Приморский край и, в частности, город Артем, я считаю, что это ключевые точки роста, которыми, собственно говоря, стали благодаря Свободному порту Владивосток, благодаря тому вниманию, которое определил Федеральный центр в новой экономической политике развития Дальнего Востока. Во-первых, это ворота, восточные ворота в страны АТР, морские ворота. Это крупнейший хаб с точки зрения логистических бизнесов, с точки зрения развития других бизнесов для того, чтобы стать процветающим регионом. И, безусловно, наше министерство уделяет большое внимание как раз направлению ресурсов для того, чтобы Приморский край и Артем стали процветающими регионами. Вам из окон Московского кабинета видна разница между уровнем жизни в Приморском крае и в Москве? Вот вы сейчас сюда приехали, посмотрели, ощущается разница? Ну, вы знаете, Владивосток я очень люблю, хотя я родился и вырос в городе Москве. И могу сказать о том, что мой первый визит состоялся не так давно вообще в первый раз на Дальний Восток. Это как раз был первый город Дальневосточный, это был Владивосток. Я приехал сюда, удивился его красоте, его видам и тому, что здесь каждый житель может соприкоснуться с морем и с океаном. И это для меня, честно говоря, вот такое определяющее. Здесь точно много солнца, здесь точно не хуже, чем я имею в виду по погоде и по другим характеристикам, чем в Москве, поверьте мне. Вопрос, и он, мне кажется, самый актуальный на сегодняшний день для города Артема – это энергетическое обеспечение. Мы с вами понимаем, что без него город развиваться дальше не может. Не только город, но, наверное, и весь край. Вот как вам в министерстве видится решение этой проблемы? Проблема для города Артема – это нехватка энергетических ресурсов, которые могли бы стать основой для реализации проектов, потому что Артем очень выгодный с точки зрения реализации здесь инвестиционных проектов. Безусловно, мы об этом думаем, и мы постараемся эту проблему решить. Я уже на встрече обозначал о том, что мы работаем над тем, чтобы наши энергетические компании, и в данном случае федеральная сетевая компания, предусмотрела в своей программе инвестиционной развитие, в том числе и я имею в виду, решение энергетических проблем города Артема. Поэтому я вам не смогу сейчас ответить, когда точно, но мы понимаем эту проблему. И более того, как и вы заинтересованы в том, чтобы это состоялось как можно скорее. Потому что я уже сказал о том, что город Артем и вообще Артемовский городской округ, если я не ошибаюсь, он так называется правильно, он один из самых, что называется, золотых мест с точки зрения того, чтобы здесь реализовывалось как можно больше инвестиционных проектов. Он является хорошим с точки зрения логистики. То есть он связывает все транспортные потоки. На нем можно делать многие места для того, реализовывать различные проекты. Поэтому, конечно, я имею в виду, проблемы, связанные с энергетикой, они точно выйдут на федеральный уровень и будут решены. Вы совершенно правильно заметили, что место золотое, город Артем, место золотое для привлечения инвестиций. Почему, в общем-то, не торопятся инвесторы сюда идти? Это самый сложный вопрос, наверное, который можно задать, а еще и особенный на него правильно ответить. Процесс инвестиционный очень длительный. Для того, чтобы правильно подать территорию, о том, что на нее, собственно говоря, можно в нее инвестировать, это большая работа. Это большая работа властей, это большая работа совместная, федеральной, региональной, муниципальной власти. Для того, чтобы проекты, которые вообще, собственно говоря, возможны, реализовывались именно в этом конкретном месте. Это фактически, если хотите, каждодневная работа над тем, чтобы ходить и уговаривать инвесторов прийти сюда именно. Для того, чтобы они сели и связали свой бизнес-проект именно с конкретным местом. Поэтому все преимущества, которые есть у вас, их надо точно использовать. Все недостатки ликвидировать. И, как я уже говорил о том, что нужно практически, ну, если хотите, облизывать инвесторов для того, чтобы он, собственно говоря, пришел сюда. И ни в коем случае не чинить ему никаких препятствий. Эта работа, собственно говоря, направленная на это. Как только это случится и как только появятся, собственно говоря, те самые инвестиции, которые позволят реализовать здесь высокотехнологичное, хорошее производство, сюда придет, я имею в виду, и другая жизнь, и качество жизни другое. Потому что вместе с экономикой приходит развитие. Поэтому, конечно, единичных этих государств со своей стороны, конечно, будет финансировать. Но денег, я имею в виду, всех денег государственных не хватит для того, чтобы ее искусственно создавать. Потому что, безусловно, это часть, которая будет эволюционировать вместе, скажем так, с экономическим развитием региона. Я хочу напомнить о том, что у нас свободный порт – это не только, в общем-то, инвестиции и все остальное. Здесь важное решение было, это про визы, электронные визы иностранца, мы упростили въезд. Это привлечение туристических потоков. В общем-то, у нас есть что показать и на что посмотреть. В Приморском крае, в городе Артеме, это аэропорт. Вы сами понимаете, вы являетесь воротами для того, чтобы сюда прилетать. Здесь уже действуют в данном случае электронные визы. Сейчас мы ее расширяем по другим регионам. И привлечение сюда туристического потока – это тоже скажется на качестве, собственно говоря, и повышения, скажем так, бюджета города. Тут главное, я имею в виду, направить свои силы для того, чтобы привлечь сюда иностранных туристов. Вы заговорили о туристической привлекательности. Но ведь не идут инвесторы, но никак не хотят. Хотя место на самом деле у нас золотое. Это и море, это и пляжи, это и тайга. Вот в чем проблема, на ваш взгляд? Не так долго мы занимаемся уговариванием инвесторов прийти в Дальний Восток. Я говорил о том, что и Восточный экономический форум. Вы представляете, какой, я имею в виду, силы государства были направлены на то, чтобы ранее территория, о которой только вспоминали, как я говорил, о забытом уголке, сейчас туда все государственное, скажем так, внимание приковано. И нам главное, чтобы, собственно говоря, инвестор поверил. И когда я докладывал сегодня с гражданами, говорил про Восточный экономический форум, и я говорил о том, что мы слышали про территорию опережающего развития, мы слышали про свободный порт Владивосток, не от себя уже, а мы слышали про эти территории, про это и свободный порт Владивосток от лидеров других стран, от Японии. Синза об этом говорил, об этом говорили другие иностранные делегации, об этом говорил сам бизнес. Иностранный. Это лучшая, собственно говоря, реклама того, что сюда скоро придут деньги. Это просто работа, которая действительно строится день за днем, шаг за шагом, и мы и занимаемся. Сразу сюда ничего дождем не прольется. Но ведь есть проблемы, которые можно и нужно решить, если не сегодня, то завтра. Это транспортная доступность, это рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства, это цены на продукты питания и лекарства, это отсутствие квалифицированных кадров. Вот проблема, которая назрела и которую необходимо решать в срочном порядке. Вы как-то обо всем сразу сказали, и про кадры, и про это, все смешали в одно. Я понимаю, это прям все сразу проблемы, которые я уже говорю о том, что решается, конечно, не сразу. И точно, наверное, неправильно будет говорить о том, что у нас растут тарифы, растут это. Надо говорить о том, что у нас растет экономика. И говорить о том, что нужно привлекать инвестиции, рост экономики, рост заработной платы должен идти. Понимаете? Чтобы у нас, собственно говоря, рост заработной платы зачтительно опережал рост тарифов. И рост всего остального, что связано, я веду, с качеством жизни. Для того, чтобы у муниципальных властей, для того, чтобы у региона появлялись средства, для того, чтобы финансировать зарплаты бюджетникам и для того, чтобы платить надбавки к пенсиям. Поэтому я считаю, что это как раз более важно, чем, нежели, я имею в виду, обсуждать какие-то льготы, я имею в виду, или какие-то вещи. Потому что через поднятие экономики и ее рост мы решаем все проблемы, которые связаны, я имею в виду, с социальной и остальной сферой жизни. Павел Михайлович, скажите, вы верите, что когда-нибудь Дальний Восток будет бездотационным регионом? Абсолютно верю. И я думаю, что как раз это должно произойти в обозримом будущем. Это был Павел Михайлович Волков, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, до свидания и до новых встреч. Спасибо. И надеюсь, да, Павел Михайлович, что вы в первый раз в нашей студии, но надеюсь, что не последний. Спасибо, если будете приглашать, обязательно приду к вам. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.